Всем привет! Сегодня мы будем готовить суп с рисом и с яйцами. Для этого нам понадобится 2 куриные голени, можно использовать и другое мясо. Также нам понадобится 3 столовые ложки риса, 2 помидора, 2 картошины, 2 морковки, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, укроп и петрушка или зеленый лук и 2 яйца. Но первонаперво, что мы делаем, так это ставим воду на газ и ждем, когда она закипит. Кстати говоря, чтобы не затягивать это видео, мы уже помыли и почистили все продукты. Вода закипела. Воды в кастрюле чуть менее 3 литров. Опускаем куриные голени в кастрюлю. На весь объем супа нам понадобится 1 столовая ложка с горкой соли, но в данный момент в начале мы добавляем половину столовой ложки соли и даем закипеть. Мясо закипело. У нас пены на воде нет. Если она у вас появилась, то ее нужно снять и оставляем мясо вариться примерно на 40 минут. Итак, 40 минут прошло, но прежде чем достать мясо, мы нарежем картошку. Это займет очень мало времени, примерно 2 минуты. Достаем мясо из кастрюли, нам его нужно немного остудить и разобрать. На смену мясу тут же закладываем картофель и не забываем сразу же отправить туда 3 ложки риса. Высыпав рис, сразу же досаливаем еще половину столовой ложки соли и даем закипеть, пусть варится. А мы тем временем будем делать зажарку. Берем сковороду, добавляем немного масла и режем лук. Высыпаем лук в сковородку и ставим сковородку на газ на огонь ниже среднего. Сами тем временем начинаем натирать морковку на крупной стороне терки. Натерев морковку, отправляем ее в зажарку к луку. Перемешиваем. Перемешав, начинаем резать помидоры. Данный суп можно приготовить без помидор, используя томатную пасту, но тут уже дело вкуса. На наш взгляд суп, приготовленный с помидорами, будет вкуснее. Нарезав помидоры, отправляем их в сковородку. И перемешиваем. Не забываем помешать наш супчик, все у нас тут варится. Сами начинаем отделять мясо от кости. Мясо сварилось хорошо, от кости отстает легко. Отделив мясо, нарезаем его на некрупные кусочки. Не забываем про зажарку. Помешиваем. Как нарезали мясо, отправляем его в наш будущий суп. И перемешиваем. Пускай варится дальше. Приступаем к нарезке чеснока. Нарезав чеснок, отправляем его в зажарку. И перемешиваем. Еще раз перемешиваем. Разбиваем яйца. Для начала мы это делаем в емкость. Делаем мы это в качестве мер предосторожности, дабы не попалось испорченное яйцо, которое испортит все блюдо. И отправляем разбитые яйца в суп. И перемешиваем. Подошла зажарка. Отправив яйца в суп, добавляем туда же зажарку. Перемешиваем. Суп уже на стадии завершения. Сейчас мы дадим ему закипеть и немного покипеть. Ну а мы тем временем нарежем зелень. У нас это укроп и петрушка. В целом зелень можно использовать любую, кто какую предпочитает. Мы дали 5 минут покипеть супу, пока резали зелень. Теперь отправляем ее в суп. Аккуратно перемешиваем. Даем повариться еще буквально пару минут. 2 минуты прошло. Выключаем суп и даем ему постоять еще примерно 5 минут. Все, суп готов. Посмотрите, какой хороший супчик у нас получился. Не очень густой и не жидкий. Наливаем. По желанию можно добавить еще немного зелени. Или же, например, как мы, острого крупного красного перца. Если вам понравилось это видео и данный рецепт был для вас полезен, то не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всем приятного аппетита. До новых встреч!